Общаем подробности истории, произошедшей на территории Ухтинского молзавода. Там один из работников обнаружил под капотом авто двух котят. Мужчина решил проверить уровень масла. Сейчас он сам признается рад, что не завел машину сразу. Любовь Лапина из Ухты. Дмитрий Шателло трудится на молзаводе. На работу добирается на личном автотранспорте. В один день, как обычно, собрался домой на обед. Перед тем, как завести автомобиль, решил проверить масло в двигателе. Под капотом Дмитрия ждал сюрприз. Один котенок сидел прямо на ремне генератора. Можете показать поближе. Естественно, если бы я завел, то ремнем бы ему передавило бы голову. А второй вот внутри картера сидел. Между картером и защитой двигателя. А второй вот здесь вот. Они здесь были испуганы, естественно. Поэтому не вылазили. По словам Дмитрия, животные могли легко проникнуть под капот автомобиля. Например, запрыгнув на колесо под крыло. Вероятнее всего, их загнали туда собаки. Потому что поблизости хозяев, у кого спрашивали, ни у кого нет котят. Вполне вероятно, что их загнали собаки. И они со мной приехали сюда. А уже здесь они начали по двигателю лазить. Ну и естественно спать там. Благо, что не завел двигатель. Сейчас котята нашли временный приют на территории компрессорной станции молдзавода. Находиться здесь постоянно животным запрещено. А выкинуть их жалко. Собаки могут закрыть. Дмитрий уже успел изучить характер спасенных малышей. Один шустрый и пронырливый. Другой спокойный, тихоня. Котята с виду домашние. И судя по окрасу, близнецы. Собья стать животных мужчина не может. И предлагает желающим забрать котят. Кто хочет, может взять котеночку. Примечательно, что год назад произошел аналогичный случай. Сотрудники одной из актовкарских станций техобслуживания обнаружили под капотом иномарки кота, который приехал с столицу Коми из Ухты. Любовь Лапина, телеканал Юрген, Ухта.